Я и пошутил. Тётка эта крутится и крутится, все глаза намазолила. Я говорю, смывайся, тётка, сейчас рвать будем. Вообще, всякий гражданский возле объекта не положен. Скажи, Кожарков, ты для чего в армии? Как для чего? Защищаю, как все. Вы же меня знаете, благодарность выносили. Да если бы не знал, по-другому разговаривал. Шутку, значит? Так, товарищ генерал. Твоё счастье, что комиссара нет. Смывайся, тётка, рвать будем. Тётка, ты что, на базар вышел? Да вы кто такой, чтоб так с ней разговаривать? Она почти 30 лет на фабрике, а вы откуда тут взялись? Это что, её личная фабрика? О своей шкуре, что ли, она плачет и волнуется? Да неужели нельзя было толком объяснить человеку? Успокоить? Женщину успокоить? Или у командира дивизии больше времени, чем у военно-техника? Виноват, товарищ генерал. Защитник. Это и есть, кого мы защищаем. Всякие гражданские. Они-то и есть наш народ. Гражданские-то. У них вся надежда на нас. А мы, между прочим, эту надежду пока плохо оправдываем. Зато спесь лезет. Народ, видите ли, у них в ногах путается, мешает. Смывайся, тётка! Виноват, товарищ генерал. Я вам и недоволен, Шарков. Воюете вы отважно, дело знаете. А воин, чего воюете, оказывается, по-настоящему до сих пор не уяснили. Вот хотел вас к чаю пригласить к столу. Но не могу, недоволен вами. Идите, обо всём этом хорошенько подумайте. С бойцами поговорите. Идите. Есть. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу с фабрики. Обращайтесь. Извините, пожалуйста. Не продумавши вышло. Плохо. Больше не повторится. Извините. Ой, да что вы. Это я-то ведь. Я же не поняла, что это шутка-то. Я... Это вы меня извините. У Бронникова нет. Он бы... Угощайтесь, Анна Тимофеевна. Спасибо, спасибо, у меня есть. Представляешь, комиссар с разведчиками под трухоловку ходил. А разве ему можно? Да что ты, ни в коем случае. Ну, что делать? Свой-то глаз алмаз. Благодарствую. Я пойду. Всего доброго, Анна Тимофеевна. Спасибо. До свидания. Какой же это ужас, война. Ничего не дорого. Все можно сломать раз...